МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Обновление. Депутаты и сенаторы одобрили поправки в Конституцию. Президент ждет итогов всенародного голосования. Мир на карантине. Готов ли регион к борьбе с коронавирусом? Черный понедельник. Саратовцы о курсах валют и обвале на нефтяном рынке. Россия в ожидании новой Конституции. Вернее, документ по факту будет старым, просто в него внесут множество поправок. На сбор предложения ушло больше месяца. В первом чтении законопроект был рассмотрен Госдумой 21 января. Второе и третье прошли на этой неделе. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума. Обязуется индексировать пенсии не реже одного раза в год. Русский язык признается языком государства образующего народа. При этом республики вправе устанавливать свои государственные языки. Культура становится уникальным наследием многонационального народа. Россия – правоприемник Советского Союза и так далее. Изменения внесут в несколько десятков статей, в том числе и те, которые касаются первого лица страны. Депутаты Госдумы в большинстве своем даже готовы были самораспуститься после вступления поправок в силу. Против выступили только коммунисты. Спор пришлось разрешать президенту, который приехал в Думу лично. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах Государственной Думы. Значительную часть выступления Владимир Путин посвятил поправкам, которые касаются высшего поста в стране. Итог, Россия, Республика Президентская, Госсовет или Совбез не наделят сверхполномочиями, двоевластие недопустимо, нет продления срока действующему главе государства. Остаются ограничения по двум срокам на посту номер один, а вот обнулить сроки, как предложила Валентина Терешкова, вполне возможно. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции. Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. В целом, менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. За предложенные поправки проголосовали 383 депутата, 43 воздержались. Практически единогласно поддержали изменения в Конституцию и в Совете Федерации. Там за 160 сенаторов, один против, трое воздержавшихся. Очередь рассмотрения поправок за региональными законодательными собраниями. В четверг, 12 марта, Саратовская облдума собралась на внеочередное заседание. Депутаты приняли обращение к президенту с ходатайством о присвоении Саратова почетного звания «Город трудовой доблести». Второй вопрос повестки – как раз конституционные поправки. Само заседание прошло на этот раз без скандалов. Коммунисты не бузили. Лишь четко дали понять, как и их коллеги в Госдуме «за» голосовать не будут. Комитет рекомендует Саратовской областной дуги одобрить закон Российской Федерации о поправках в Конституции Российской Федерации о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и поддержки публичного областа. Скажите, пожалуйста, вот вы нам выдали поправки буквально за полтора часа до комитета. Все поправки, которые до этого обсуждали, мы дали свои поправки, и вы на них ответили. А вот поправку, которую внесла госпожа Терешкова, и здесь я уже говорю госпожа в данном случае, а она в этом отношении не товарищ уже получается, о том, что у нас теперь обнуляется срок и президент теперь может идти снова на выборы, вы не обсудили. Поправки все были отправлены немедленно, после того, как они получены из Совета Федерации. Все, что там изложено, было представлено вашим вниманием. Я просто в качестве реплики хотел бы следующее сказать. Вы Александр Юрьевич еще и под стол пешком не ходили, когда Валентина Владимировна Терешкова совершила свой подвиг. И те ваши нападки сейчас на нее за то, что она высказала свое мнение, некорректны. В 90-е годы, когда принималась Конституция и когда был референдум, страна была другая. Политическая система была другая. За это время мы далеко ушли от того момента и от тех времен. Мы сейчас, если внимательно посмотрим на эти поправки, то они, в принципе, отвечают тем дискуссиям, которые происходят у нас в обществе. Мы забываем о том, что первые статьи Конституции нашей говорят о том, что у нас президентская республика. Но посмотрите, что сделано в наших поправках. Мы уже на данном этапе делаем сильный шаг, давая право Государственной Думе и Совету Федерации выходить со своими предложениями и назначать исполнительную власть. И в то же время и отзывать. Это некий баланс политических сил. Мы закладываем фундамент под дальнейшее развитие нашего государства. Фракция ЛДПР и Беларусь в Думе, как и фракция ЛДПР и Государственной Думе, поддерживает изменения и поддерживает закон, который мы сегодня рассматриваем. Много поправок, которые давал ЛДПР, были учтены в итоге в Конституции. В действующей редакции. Фракция СКГБ России в Государственной Думе внесла в сторону поправок в Конституцию. Из них принято 13. И фракции «Справедливая Россия» и Государственная Дума рекомендована фракцией «Справедливая Россия» в региональных собраниях поддержать закон о правительстве. Я вот не совсем коллег от КПРФ понимаю в данном моменте мнение, что мое мнение, мое предложение должно быть внесено в Конституцию. Но есть другое законодательное поле, которое отражает все чайные, если это что-то предполагается. Это первое. Второе. Вы не хотите голосовать, вы к чему призываете? К свержению власти или к чему? Непонятно. Пока ваша позиция ни о народе вы ничего не сказали, ни о России ничего не сказали. Вот в чем беда. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы одобрить закон Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации о совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации и функционировании публичной власти, прошу голосовать. Закон Российской Федерации о поправке в Конституции Российской Федерации одобрен. Теперь очередь за народом. Всероссийское голосование пройдет в день Ленинского юбилея, в среду, 22 апреля. Этот день, кстати, даже сделали выходным. Но не в честь вождя мирового пролетариата, а чтобы дать людям возможность высказать свою позицию по изменениям в Конституции. Только по итогам плебисцита президент обещал подписать или не подписывать поправки в основной закон. Интрига? Коронавирус шагает по планете. Число территорий, куда пока не проникла зараза, сокращается с каждым днем. Новостные ленты тоже поражены ковид-19. Страны закрывают границы, пустеют улицы мегаполисов, людей ограничивают в передвижениях, останавливаются, а то и вовсе отменяются крупные спортивные соревнования и переносятся кинопремьеры. Так, к примеру, ковид-19 уже напугал самого Джеймса Бонда и притормозил на целый год девятый форсаж. И это отнюдь не краткий пересказ очередного блокбастера. Мир учится жить по новым правилам, как и ожидалось, Россию коронавирус не обошел. Первыми вводимые ограничения тестируют жители и гости столицы. Там уже 5 марта ввели режим повышенной готовности. Работает специальный сайт со всевозможными рекомендациями под жестким контролем те, кто находится на домашнем карантине. За его нарушения, кстати, существует ответственность, вплоть до уголовной. Напомним, что еще в конце января российское правительство внесло коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Ну а что же происходит в нашем регионе? Вот так, шаг за шагом, пробравшись сквозь китайский карантин и отметившись более чем в 100 странах мира, коронавирус добрался до России. Всемирной организацией здравоохранения объявлена пандемия. Только за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев и на сегодняшний день в нашей стране 31 заболевший ковид-19. Москва первой приняла удар на себя и живет в режиме повышенной готовности. А что в Саратове? Нам показалось, что горожане, наслаждаясь ранней весной и теплым солнцем, относятся к грозной китайской хворе с некоторым легкомыслием. Я слышала, что распространяется достаточно быстро, поэтому, наверное, стоит предпринять какие-то меры. Боитесь, нет? Особенно нет. Пока что, видимо, пока не дошло, не очень боюсь. Кто этого боится? Нет? Конечно. А что-то делаете вы лично, например, чтобы как-то обезопасить себя? Я никуда не езжу. Не знаете, что это? Не-не-не. Я думаю, не надо бояться. Думаю, все хорошо будет. Все у нас, кто собирался из родственников ехать на отдых, так же и едут на отдых. Ну, конечно, не все страны, которые сейчас закрыты. На мой взгляд, это не намного серьезнее, чем грипп. Если бы это было настолько серьезно, то умирали бы все. Как вот в свое время от испанки. А это больше паника все-таки? Конечно, паника. Ешьте красные перецы, ничего бояться. Меры все мы всегда нужно предпринимать, я считаю. Ну, чтобы так вот прям дрожать, сидеть дома, закрыться и бояться, мне кажется, не стоит. На четверг, 12 марта, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания. И хотя прямого международного авиа и железнодорожного сообщения у Саратова нет, в региональном управлении Роспотребнадзора нам рассказали о четком алгоритме работы с приезжающими. Человек прибыл в Москву, Москва получила информацию о его прибытии, она собрала о нем анкету, в анкете указывается регион его пребывания. Он приезжает в тот регион, где он проживает, а эта информация уже, пока он даже еще едет, уже доходит до нас. Если у него нет никаких признаков инфекционного заболевания, но он прибыл в неблагополучную регионы, человек выдается предписание о медицинской изоляции, и такое же предписание выдается в лечебное учреждение, и медицинский работник выходит для наблюдения его на дому. Он находится дома в течение 14 дней, соответственно, он получает и больничное на это время. Если у человека проявляется респираторная симптоматика, он помещается в изоляцию, отслеживает все его контакты, затем этих людей обследуют на предмет наличия коронавируса и проводят все необходимые лечебные и диагностические процедуры. В 10-й клинической больнице, где есть специальные боксы для потенциальных больных, с начала эпидемии обследовано 132 человека. Все анализы на коронавирус отрицательные. Однако, ситуация с отражением грозной китайской заразы в Саратове осложняется тем, что в нашем городе нет ни одной инфекционной больницы для взрослых. Так что, если коронавирус все-таки проберется в областной центр, все отделения 10-й больницы будут переведены в другие места и клиника начнет работать в режиме ЧАЭС. А пока наиболее актуальными для горожан остаются вопросы о том, что делать, чтобы не заразиться вирусной инфекцией, можно ли купить в Саратове маску и когда ее носить, а также информация об основных симптомах болезни, которые, по мнению медиков, с течением эпидемии и мютацией вируса могут меняться. Самое важное, считают эксперты, поддерживать чистоту рук и окружающих поверхностей, к примеру, смартфона. Руки специалисты советуют мыть с мылом не менее 20 секунд и использовать для дезинфекции специальные средства, содержащие спирт. Рекомендуют также отказаться от рукопожатий, открывать всевозможные двери закрытым кулаком или бедром и даже чихать по-особому. Если возникает чихание, то чихать нужно либо локоть загибать, либо в одноразовый платок, затем также помыть руки. Стараться избегать тесного контакта с больными, с катаральными явлениями, в первую очередь с кашлем. Тесный контакт – это расстояние менее метра от больного человека. Соответственно, не посещать места массового скопления людей. Если же возникает необходимость посетить такое место, то одеть маску, которую также нужно каждые два часа менять. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей в общественном транспорте, а также при уходе за больным, утверждают специалисты. Носить ее на открытом воздухе нецелесообразно, но прежде чем надеть, маску нужно купить. В двух ближайших аптеках это дефицитный товар. Есть ли сейчас маски и разбирают ли в связи с эпидемиологической историей? Нету, к сожалению. То есть масок вообще никаких нет? Дефицит? Нет. Давно? Ну, недели две-три, наверное. Маски есть или нет, скажите? Детские в наличии есть. Детские? Да, детские. Ожидаем поставку именно для взрослых. Товар будет на днях. Напомним, что симптомы COVID-19 во многом напоминают обычную простуду, чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. На проявление симптомов уходит до 14 дней. Однако встречается и бессимптомное течение болезни, а также случаи повторного заражения. Но по мнению заведующего кафедры инфекционных болезней СГМУ Андрея Шульдякова, связывать их с активной мутацией вируса не стоит. Данных, потому что он мутирует и потому что там итальянский штамм условно отличается от уханьского, пока данных нет никаких. Равно как нет данных по ближайшему появлению вакцины и каких-либо препаратов. По повторному здесь очень ограниченное количество этих случаев. Это бывает еще, когда переносишь чрезвычайно тяжелую форму, ну вот на аппарате лежишь, искусственная вентиляция, и иммунитет у тебя не вырабатывается. И ты повторно через 2-3 месяца тоже можешь заболеть. Вакцины от коронавируса пока нет, но во всем мире, в том числе и в России, идет активная работа по ее созданию. Специалисты Федерального Государственного Научного Центра «Вектор» в Новосибирской области создают препарат по пяти направлениям, на исходе которых получится 13 вариантов вакцины. А вот предположение о том, что приход лета спасет нас от COVID-19, не имеет особых оснований. Если посмотреть поиск, который распространяется, это ухань, там не сильно холодно сейчас. Вот в Италии тоже порядка 25 градусов. И в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Калифорнии, где там тоже не сильно холодно сейчас. Поэтому надеяться, что пригреет солнышко и прекратится распространение вируса, наверное, не стоит. Одно можно сказать точно. В ближайшее время коронавирус, возможно, на какое-то время изменит вашу жизнь. Вот так сегодня выглядят аэропорты по всему миру. К тому же, по информации оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, с 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. А что у нас в штабе по борьбе с коронавирусом? Зампред правительства Сергей Наумов заверил, что в Саратове все готово к встрече с грозной болезнью. А там, как водится, поживем, увидим. Все готовы, план имеется, обсерватор, так сказать, имеется, учреждения лечебные, куда должны будут поступать такие больные, они подготовлены, все соответствующие как бы в них запасы лекарств, так сказать, материалов, боксы, все это на сегодняшний день имеется, разработано, проверено органами Роспотребнадзора. Давайте, как бы, дай бог, чтобы у нас этого не было ничего, дальше, ну, живем, увидим, как говорится. Мир озабочен не только коронавирусом, 9 марта уже вошло в историю, как еще один черный понедельник. Нефть марки Брент рухнула на 26%, до 33 долларов за баррель. Подобного развития событий не было с 91-го года. Россияне 9 марта отдыхали, но даже восстанавливаясь после международного женского дня, сложно было не заметить, как на рынке Форекс доллар подскочил до 75 рублей, а евро до 85. Здравствуй, очередной кризис. Эксперты и телевизор наперебой советуют гражданам не поддаваться панике. Трудности испытываем не только мы, они временные, плюс у нас есть подушка безопасности. Минфин заверяет, что денег, накопленных в Фонде национального благосостояния, хватит для покрытия выпадающих доходов при цене нефти в 25-30 долларов за баррель. Звучит, конечно, оптимистично, но почему-то кажется, что в этом сообщении речь идет не о конкретных выпадающих доходах простых граждан. А они, эти доходы, и так до всяких кризисов отнюдь не росли. Народ не ринулся скупать гречку, соль и спички, но вот оптимизма у граждан поубавилось. Волнует ли саратовцев валютная нефтяная история, отразился ли обвал на рынках на жизни простых гаража? Вопросами экономики саратовцев мучила наша съемочная группа. Это заденет и, в общем-то, все слои населения упадет возможность покупать. На том же бензин подорожает, хлеб подорожает, все такие моменты. ЖКХ подорожает, поэтому, ну да, конечно, задевает всегда это. Поэтому хотелось бы стабильности в этом отношении. Меня это лично не касается. В принципе, я работаю здесь в Газпроме, у нас индексация идет. Так что, все хорошо у меня. У нас, к сожалению, полностью своего импорта у нас замещения никакого нет. Как бы мы ни говорили, что у нас, допустим, продукты полностью сваи, но какие-то прививки у нас зарубежные, какой-то семейный фонд у нас зарубежные, оборудование, детали у нас тоже зарубежные. Поэтому, к сожалению, в полной мере мы живем не в Америке, и поэтому цены нефть упала, бензин подешевел, у нас такого не будет. У нас, к сожалению, могут наоборот только вырасти. Мы ожидаем тогда подорожания всего, электроники, техники. Как обычно сделать? Ну, я надеюсь на наше правительство, что выровняет там наш этот курс рубля, там, что все будет хорошо. Есть светофор в магазин, все для бедных, я им говорю, все для бедных, для людей. Я и муку набрала, и гречку набрала, все, что возможно, да, хотя и живу одна. И вот полный балкон, приди ко мне, у меня всего полно. Я не пропаду, а проживу. И экономная. Как красиво. И вам это желаю, экономия, это большое дело. Надо рубль экономить. Это просто сейчас ажиотаж, все вернется буквально. Тем более, что банки, ну, так сказать, маржа банка, то есть продажи, покупка, абсолютно никакой разницы, там буквально, там, ну, сколько там, два-три рубля, ну, то есть, поэтому смысла нет никакого. Обычным людям нужно все переводить в доллары, и, соответственно, нужно готовить своих детей к переезду из нашей страны. Это единственный шанс выжить. Город наш загибается, регион загибается, так что нужно всем бежать. И, конечно, вам, молодежи, тоже нужно бежать. Мне интересно политика. А на вашу жизнь что же как-то отразится? Ну, как-то может отразиться, пока никак. Пока как денег не было, так нет. Мы бедные люди, нам нечего терять. Хорошо, минус 20, баррель, теньков, в тюрьме, все хорошо. Но мы пережили 90-е, посмотрите на мое лицо. Нам ничего уже не страшно. Думаю, это ненадолго что-то изменится. Надежда на наше правительство. Есть надежда? Есть. У нас правительство, это оно к народу, в общем-то, отношений практически не имеет никакого. Оно тогда зашевелится, когда народ зашевелится, когда народ будет свои интересы отстаивать, тогда и правительство что-то будет делать, правильно? А так как народ, у нас всем доволен, все запит молчит. Цены вырастут опять все. Что делать, скажите? Больше работать. И лучше работать, и больше зарабатывать. Благодаря тому, что наш президент Владимир Путин, у нас обеспечена полностью страна, застрахована от этого. У нас есть под это финансы. Понимаете? Поэтому ничего страшного не произойдет. Ну и, конечно, немножко скачнутся цены. Но это жизнь. А что вы знаете, что есть запасы? Я налоговый инспектор, я все знаю. Переживаешь и ночью не спишь. Потому что, конечно, сразу падает уровень жизни, возможностей, желаний не совпадают с нашими возможностями. Перед туристическим сезоном, перед началом это все не очень позитивно. Ну и вообще, хватит, наверное, нам этих шоков тоже. Вот такие камеры. Какие-то были, да, у вас на лето или есть? Да, поездки они есть, пока не отменяются. Но что будет дальше с рублем или с долларом, это просто страшно даже подумать. Может быть, никуда уже и не поедем. Просто уже достало. Это какой кризис уже по счету, начиная там с 98-го года. Каком-то там бизнесе, ведение нормального бизнеса можно говорить, когда работаешь, зарабатываешь, и в один день ты становишься просто беднее. Мне что хочется, на броневичок влезть, вот только лидера нет, за которым можно было бы полезть на броневик. А делать ничего, просто обтекать, стоять и обтекать. Никакого не будет, все вернут на место. Центробанк справится. Для этого у нас есть фонд национальной безопасности. Это по телевизору так сказали? Нет, не только. И по Эхо Москве, между прочим, английский корреспондент сказал, что Россия единственная страна, которая подготовилась к кризису. Так что ничего плохого не будет. Вы доверяете, да? Английскому корреспонденту? Ну, как бы, альтернативе, да. Вы знаете, я не знаю, чем наши поколения, русские народы, понимая национальность, того, что мы в России живем, чем напугать можно, я не знаю, чем можно напугать. Особенно люди моего поколения, мы пережили, вот и 98-й, такие были прыжки у нас, в стране. Живем. У вас волнует быть тем? Нет. И почему? А мне денег хватает. У меня рублей, вернее, долларов нет, у меня пенсии хорошие, 20 тысяч. Вам хватает? На все. Ну, я не пью, не курю, просто все. В меру питаюсь. Ну, конечно, плохо сказывается на бюджете, зарплату не поднимает. Я вот работник как СЭПа, сейчас живу еще и это. Конечно, отрицательно это влияет на бюджет семейный. Какие планы на будущее тогда? Что делать? Какой выход? Не знаю, уезжать с города, наверное, в Москву, в такие более развитые города. То есть у вас планы, да? Да. Да, конечно. Так что рабочих мест очень мало царат, и нормально. Ну, особо не волнует, потому что долларов не так и много у меня. Вот. Ну, вообще неприятно, конечно. По телевизору говорят одно, а в жизни получается другое. В любом случае все перепады на простых жителей отражаются, и плохо, что в худшую сторону все это происходит. Уже ждем, когда будет жизнь-то налаживаться, а значит все сложнее и сложнее. Плохо, что наша экономика все равно по-прежнему в зависимости от нефти и всяких этих... От сырья, по сути. И она, по сути, не развивается. Ну, я вообще работаю на производстве и вижу, как это на самом деле все. Ну, надеемся, только вот Бог нас не оставит. Тогда поделитесь. все, ну, все. Все. Вы смотрите? Туда, куда должно идти. Вместе с теми, кто это организует. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok